Всем доброго времени суток с вами канал артмания и снимаем видео обзор своей даче июнь серединка почти у нас уже июня у нас очень ветрено стало и начинаю снимать я не с сада как обычно да очень ветрено надеюсь что меня будет слышно начинаю снимать не с сада как обычно с этого участка потому что мы его продали вот документы сейчас оформляются то есть больше вот этого участка у нас не будет это теперь соседи они приезжают вот они вчера сажали что-то петрушку по моему сажали поливали здесь уже другие шланги стоят нам осталось только навоз перетащить мамы тележка он стоит там и все в принципе мы уже все сделали кирпичи перетаскали дрова перетаскали вот то есть вот так вот до вот досюда вот она будет их не вот весь вот этот вот этот полностью участок а еще и у них получается вот гараж вот этот вот и баня то есть они стоят на их участке то есть мы решаемся гаража и бани еще вдобавок и если раньше мама машина стояла гараже то теперь на улице и нам даже некуда ее теперь ставить вот но бабуле теперь меньше работы вот так же мы еще лишаемся клубники плата плантации если он видите сколько и вот это вот все клубника еще там от кусок клубники решаемся клубники мы решаемся малины здесь герман татная малина очень крупная и вон там все вот до туда нет вот до сюда это вот все 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 малина и облепиха сладкая сладкая облепиха она не кислая она крупная большая в прошлом году в прошлым прошлых влогах видели еще большой куст роз мы потом подойдем я покажу вот это все мы лишаемся ну клубника мне как-то так ну обычно к ней отношусь от малины я очень люблю и обычно особенно с куста и еще решаемся мы яблони вот это вот здесь очень сладкое я бы яблоки вот очень вкусно и давайте пройдемся по этому участку последний раз с вами мы уже почти сюда не выходим потому что почти документы уже оформлены половина суммы уже они оплатили ящерка и соответственно мы по пол участка еще можем ходить по участка пока что еще наших вот мы уже сюда не ходим и поскольку они тоже новенькие конечно же они не знают у нас все зарастает сорняками сорняков особенно вон там уже очень очень много вот вот они даже тут я уже по привычке сюда сюда приходила на этот участок я всегда выдирала сорняки нас бабуля так приучила идешь увидел сорняк вырвала иначе они потом даже вот смотрите сорняк даже в линолеуме вырос вот здесь у нас были дрова мы с мамой немножечко перетащили они уже приедут завтра еще забора пока нет может быть мы с мамой еще перетащим или я перетащил наверное скорее всего еще пару досочек ну вот это все они будут вызывать машину и все это выгребать ну им это понятно делать ничего не надо это все наше тут это у нас все дедуля складировал ну естественно малина тоже сорняками зарастает поскольку они не знают видимо может не успели еще по выходным только приезжают вот здесь тоже малина конечно она уже вся просто вот она поросль поросль вот это вот маленькие деревца от сливы не знаю у нас такого не было чтоб у нас поросль но она вылазила мы ее сразу стригли и все я помню как я прошлые года прям здесь вот проходит вот она видите дорожка то есть малина получается вот с этой стороны и с этой стороны а вот тут дорожечка у нас я прям по этой дорожке на коленках одевала штаны колено ну специальные штаны которые можно попачкать и на коленках прям каждый кустик все все сорняки вырывала складывала кучку носила сжигали потом когда они подсохнут и соответственно у нас палки стояли все ровно каждая малинка была подвязана ну не знаю посмотрим они только-только начали приехать приезжать вчера второй раз только приезжали может быть все купит дачу не в первый раз там наш сад родители там ходит у меня вот здесь посажен то что бабуля сажала не знали получится продать участка получится поскольку мы его продаем уже не первый год уже много-много лет его пытаемся продать здесь они уже установили свою палатку в эту палатку кстати бабочки залетают очень хорошо ну тут вот так вот теперь здесь вот кстати маки выросли они у нас в этом году сами залетели каким-то там образом ну вообще все улетает по ветру здесь цветочек вылез ну здесь у нас еще пропал участок где мы сжигаем здесь всегда сжигали все ямы всякие копали вот теперь всего этого у нас нету также вот участок соседей въехали у нас новые соседи если помните в прошлом году я снимала здесь были деревья все заброшенные да здесь очень много веток у деревьев спилил потому что никто за ними не ухаживал вот а теперь приехали новые соседи все поспилили у них будет большие думаю яблоки и так много но но больших яблок вот нормальным все хорошо короче будет еще газончиком осталось им засадить этот сад и будет очень красиво так же тут облепиха еще соседская но она почти не плодоносит про облепиху я вам где-то рассказывала в одном из влогов ой не влогах а отдельный ролик дачный совет плейлист называется а там феликсина сидит вон она феликсина кошечка к нам привязался бабу не за подкармливает похоже на нашего феликса вот фотографию если найду в конце ролика поставлю нет просто объезжает ну тут конечно тоже все все заросшее зарастает немножечко не очень привычно что у нас так все зарастает особенно непривычно сейчас покажу здесь у нас крыжовник мы всегда малину здесь мамой отрезали ну потому что малины сосет у крыжовника крыжовник потом маленький становится не такой ну конечно мы решаемся еще крыжовника здесь он очень хороший очень сладкий особенно зеленые они сладкие как-то зеленый и красный вместе растут на одной ветке зеленый очень очень вкусный ну красный тоже вкусный здесь у него тоже ветки старая не видать зимой замерзает потому что мы отрезаем вот но зато к нам в этом году прибавилась феликсина кошечка уже взросленькая повзрослела моим молоком кормили да наконец-то дима увидел кошку а то ему только на картинках показываю что она мяучит а теперь узнать как она выглядит конечно страшно то что она может быть болеет чем-то вот ну тут конечно тоже все зарастает порослю там зарастает тут сырники вон гигантские ранетка я надеюсь что они ранит по подрежут и у нее будет большие яблочки покрупнее потому что они очень мелкие за ней никто здесь не ухаживал особо вот здесь ветки лежат которым и спиливали родители вернее спиливали по осени прошлой до прошлой осенью с деревьев вишню сливу подпиливали вот яблоньки вот они смотреть очень много здесь очень хочется вырвать но все это уже чужое нельзя иначе они увидят скажут что мы ходим на их участок будет неприятно людям что тут кто-то ходил что что-то делал ну просто представьте сами вы покупаете участка на ваш участок будут ходить соседи и что-то там вырывать вы же не знаете что они конкретно здесь вырвали может они петрушку вас там собрали которую сажали повырывали все быть неприятно мы сюда уже не заходим почти и смотрим кстати наш домик по воле там ходит выходила сюда никого не было там надо было оттуда снимать для феликсины кстати мы колбаску купили колбаской кормим прошлую неделю молочком кормили эту неделю колбасой будем кормить не знаю обычно бабуль никого не подкармливает один раз покормит и все и потом обычно он был предыдущий был котенок мы увозили его в деревню вчера мы были в деревне но не знаю бабуль не захотел чтобы ее увезли вот она поросли все за все зарастает здесь ее нужно сейчас стричь ее можно кстати стричь в этом нет ничего страшного сразу вам совет даю особенно который около дерева ее можно стричь дерево ничего от этого не будет это тоже у меня есть отдельный совет дачный совет там я все рассказывала еще земляника остается наш но она уже старенько где сил кстати еще им остается бабуля уже огурчики посадила помидорки баклажанчики дрова мы вот мама перетащили туда тот уголочек мята растет у нас тут крыжовник он еще маленький еще где-то по-моему я видел крыжовник лучше чесночок вернее чеснока теперь не так много прошлом году прям собрала очень много посушила его вместе с вами кстати сушили грушки смотрите какие уже большие были только еще цветочки месяц назад уже груши где землянику бабуля пересадила под грушей пиончики и конечно наш сад теперь с игрушками диминами димочка мой сыночек я записываю влоги как мы живем с ним можете посмотреть газончик здесь моего почти не срежем наши груш ну хотя бы осталось знаете наши груши что-то особенное что-то такое вкусное здесь вот они маленькие игрушки их можно отрывать она их уже не будет питать своими жидкостями то есть они уже расти не будут маленькие игрушки которые остаются их можно обычно мы проходим по всему дереву грушевым яблочным и отрываем такие маленькие игрушки а там еще у нас малина есть соседская к нам полезла виноград у нас остается если черная смородина там кстати тоже черная смородина вот они видите они сами отрываются это лишнее уже выкидывается можно ведерко собирать относить здесь у нас уже давно огородик тут кстати рыбки у нас вроде же были ты только не вижу никого бабуля она уже поймала или пошутил он домой виноград немножко малины соседской соседи там пионы какие красивые я потом отдельно прикреплю ролик пионов когда они уедут жимолость вот этот мы уже ягоды правда собрали но они такие овальные как стручки такие вот хрен еще кстати да хрен у нас остается еще потому что тот хрен остался там на том участке жасмин я вчера цветочки кстати собирала отдельным роликом будет как мы с вами будем делать чайок мята там тоже собрала не успела я тут дима прибежал а я снимаю обзор на дачу пока ветра не было а тут дима с палкой здесь у нас слива осталась малина кстати еще осталась земляная груша у нас малина немножко тут есть еще планируем посадить а ты хочешь попасть до камеру пытаешься попасть ты прям камеру любишь уже тетушка камера у нас я вот она видите поросили ее можно отрезать во влоге я буду резать попасть сегодня завтра завтра чтобы соседи видеть тут у нас смородина красная и черная смородина немножко но они уже плохо полудоносит старенький уже уже три смородины вымерла ямка у нас тут там уже вдалеке бабуля пошла ну просто блин невозможно смотреть на эти сорняки на самом деле как зарастает малина просто убийственно на самом деле потому что у нас всегда там была чистота никаких сорняков не было всегда мама ходила с тяпочкой пока пока сорняки были маленькие тяпочка тюк 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 и все и пиончики у нас остаются немножко неправильно сегодня пошла я немножечко тут сейчас тут малина ой господи малина так помидорка у бабули тут розы теперь участка стала нас меньше тут теперь помидор у нас растут будем сидеть вот отдыхать и смотреть на помидоры лучок там принципе вот здесь бабули розы тут цветочки а перцы еще перцы тут прибавились у нас здесь елочки елочки кстати выросли вообще за зиму они очень выросли в большие такие стали не знаю зимой тоже они что вырастут тут белые пионы попозже распустятся там травка сеновал у меня перебираю и очень прибирал хотел здесь мама мне чтобы не был сеновал не знают все колючие нужно было заранее все убрать посмотрим что здесь будет может тут останется солнышко и тенек тоже время елочки хочу конечно постелить гамак или повесить гамак где деревья мне жалко они так бедненькие там яблони яблочки скоро появится тут у нас еще облепиха остается сирень там тут малина у нас в углу клубника плантация небольшая ну конечно самым в прошлом году как бы прошлые года ели клубнику чашками чашка на завтрак на обед на ужин то конечно теперь оставшиеся годы проведения на даче уже по чуть-чуть по несколько ягодок еще дима прибавился он очень много кушает у него очень хороший аппетит вот теперь конечно поменьше все уходит ему потому что он маленький он должен кушать а мы уже так по маленьким ягодкам по чуть-чуть тут кстати дом тоже продали наконец-то там все по ухаживали там я отдельным роликом наверно влоге в каком-нибудь покажу как там классно стало только тоже газончик осталось в саду засадить и будет шикарно там вот тоже дача тоже продали вот там белые у них какие-то сейчас подойдем с вами ролик затянется надолго я смотрю просела минут 15 ну ладно вот они у них какие-то белые грядки сделано знать зеленым я бы зеленая покрасила все стало у них так это по-другому как-то издалека просто этот белый цвет смотрится не очень и конечно перед домом у них все загажено просто смотрите не знаю противно проходить смотреть противно просто какие-то там подушки навалены какие-то тряпки висят что-то вообще другие соседи здесь были все было чисто аккуратно цветочки были пока там у него муж не заболел они еще приезжали все равно было чисто очень редко тут конечно кошмар стал не знаю люди на так живут людям так наверно нравится когда все завалено везде ходят они все это видят я не могу так не будем об этом вот ракурс сада с другой стороны сад очень очень красивый мне очень нравится этот сад не хочу даже переезжать с этой дачи за однажды видимо придется когда-нибудь буду смотреть эти обзорчики свои дачи вспоминать все это велосипедом кстати мой стоит еще кстати мангал мы перешел сюда там где палатку он был теперь он здесь будем делать рыбку с вами скоро это будет отдельным вот это во влоге сейчас мы с вами до гаража дойдем и обещала показать розу здесь ирисы пиончики вот это все уже получается не наши баня не наша бак бабуль говорю что мы будем по очереди пользоваться не знаю я бы его хотела покрасить на вам говорит не надо очень люблю красить гараж тоже их не вот роза здесь очень большой куст роза я покажу вам в отдельном влоге когда она полностью вся распустится ой сейчас ее блин ютля поела не заняться тут обрепиха буду с вами заканчивать струя запишу отдельный ролик как ее убрать посмотрим всем спасибо за просмотр с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии смотрите другие ролики обзоры влоги как мы сыночком живем и всем пока пока